Пенсионная система меняется постоянно. С 2016 года все россияне стали участниками распределения средств по умолчанию. Министерство финансов и Банк России предложили ввести добровольную накопительную систему, то есть обязать всех работающих отчислять от зарплаты до 6%. Раньше люди имели возможность инвестировать эту часть в свои будущие пенсии. В Вологодской области больше 500 тысяч человек имели право самостоятельно решать судьбу накопительной части. Однако эта возможность находится в заморозке с 2014 года. Суть заморозки в переводе средств из накопительного компонента пенсионной системы в солидарно распределительную. Дело в том, что граждане, которые доверили их бизнесу, эти 6%, а не государственные пенсионные фонды, это бизнес, граждане могут не беспокоиться, что с их накоплениями произойдет что-то непоправимое. Государство сейчас контролирует вопрос сохранности пенсионных накоплений и гарантирует полноту реализации пенсионных прав наших граждан. Если новая инициатива еще обсуждается на высших уровнях, то остальные изменения системы уже действуют. Так, работающие пенсионеры с 1 февраля перестали рассчитывать на индексацию страховых выплат. А вот федеральные льготники получили индексацию пенсий на 7%. С 1 апреля работодатели обязали отчитываться о своих пожилых подчиненных. И это еще не все новшества. 1 апреля мы ожидаем индексацию на 4% социальных пенсий. Но это в основном пенсии, которые получают семьи, воспитывающие детей инвалидов, семьи по потере кормильца. Но для работающих пенсионеров, могу сказать, в августе месяце также, как и обычно, будет сделан перерасчет в сторону увеличения страховых пенсий за 15-й год. Горожане на изменения отреагировали быстро. Так, работающие пенсионеры поспешили увольняться, чтобы не потерять хоть и небольшое на увеличение выплат. В результате спрос на услуги специалистов пенсионного фонда возрос. Как показал наш мини-опрос, за изменениями в пенсионной системе следят не все горожане. Вы знаете, я в это не вдаюсь так-то, но по сути дела можно что-то поменять. Много чего хочется, но все равно ничего не получится. Только если увеличить пенсии, в том числе и социальные, там, льготникам, например, как по мне, это, ну, мизерно, это не деньги. Вот так, собственно, вот мне еще непонятно балловая система, например, которая сейчас. Я пока не близка к пенсионному фонду, поэтому пока меня все устраивает. Недопонимание, недоверие. Мне, например, это не нужно, потому что у меня по-старому. Я как-то особо даже не вникала. А им еще рано, думаю. Предложения по реформированию пенсионной системы поступают постоянно от всех профильных ведомств. Но эксперты сходятся во мнении, что лучше всего стабилизировать ситуацию может увеличение возраста выхода на пенсию. Сейчас он составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Но такое развитие событий федеральные власти лишь обсуждают и конкретных сроков не называют. Анастасия Хаткова, Елена Тойванин. Новости. Анастасия Хаткова, Елена Тойванин. Новости.